Спасибо за возможность высказаться. Сергей Евгеньевич, я хочу вам вначале сказать честно, как на духу. Когда я неосмотрительно выступил в Российской государственной детской библиотеке на каком-то круглом столе, и вы меня заметили и сказали, что давай, надо работать, я был настроен чрезвычайно скептически. Вот просто еще одно бессмысленное дело. Я вам тогда не сказал, я сказал, давайте работать, ладно. Но вот прошло полтора месяца, и я вынужден признаться, что вы победили. Я не ожидал, что за полтора месяца будет сделана работа, аналогов которой у нас не сделана до сих пор, при большом интересе к этой проблематике, при больших усилиях, которые были вложены туда. Что я имею в виду? И что за эти полтора месяца я зарегистрировал? Во-первых, я прошу, чтобы все журналисты это понимали. У нас впервые создан текст, в котором системно, внятно и честно обозначены проблемы филологического образования в школе. К сожалению, в концепции, о которой сегодня говорилось, концепции школьного филологического образования, эта ступень отсутствует напрочь. Поэтому, к сожалению, и сослаться на концепцию школьного филологического образования СУЛ было пока рано, потому что она игнорировала эти проблемы. В следующих частях, наверное, возможно, это будет сделать, никто не против. Сразу хочу подчеркнуть, что то, что нам раздали, насколько я понял, это не концепция, это материалы к сегодняшнему заседанию. Это скорее начальный как бы кусок, а не сама концепция. За полтора месяца нельзя написать концепцию. Но у нас нету, просто не было такого. А это возникло, это сделано системно и честно. Более того, эта картина, которая есть там, кстати, очень хорошо структурированная. Тут пошли по образцу математиков. Математики структурировали проблемы в своей зоне похожим путем. И композиция здесь ясна и очевидна. Так вот, судя по всему, эта картинка соответствует действительности. Я говорю это почему? Потому что после первого заседания, я удивлен, что Людмила Васильевна говорит о внезапности, неожиданности, еще чего-то. Мы ушли все с заданием, полтора месяца мы работали, не знаю, что АСУ не работало. Мы общались с учителями, у нас есть, и знаете, что произошло здесь полтора месяца? Учителя, с которыми я традиционно общаюсь, поскольку я возглавляю один из трех федеральных медиатических журналов, называется «Литература», и по всей стране ездила, и у меня связь с учителями, учителя выдвинули идею. Обсуждая эту проблематику, выдвинули идею, я говорю, меня поразило, я сказал, отстаньте, у меня нет сил, я бы старый больной человек, у меня третья группа инвалидности, я не буду этим заниматься. Они сказали, надо делать, они предложили делать такую филологическую гильдию словесников России, куда бы вошли не только учителя, но и музейщики, но и представители академических институтов, и учителя, которые, ну как сказать, которые ищут, которые хотят развиваться, которые хотят говорить о творчестве, и они выступают с такой идеей. То есть на материале обсуждения этого документа внутри профессионального сообщества произошел просто невиданный такой порыв к самоорганизации. И вот, например, недавно мы собирались на такой семинар учительский, от Сахалина до Санкт-Петербурга приехали люди. Кстати, дочь Ольга Юрьевна там сделала блистательный доклад, она тоже ведь учитель русского языка и литературы, если кто не знает. Блистательный доклад, и там эта проблематика обсуждалась. Это не документ, родившийся где-то и внезапно появившийся, и не принимаемый учителями. Как раз такой честный подход к проблеме очень импонирует им, и для меня он оказался неожиданным. Я не думал, что это возможно, честно вам скажу. Значит, что стало видно? Стало видно следующее, что мы строим наше филологическое образование в отрыве от реальности. Во-первых, мы считаем, что ученики должны без обсуждения читать. Все, вот я программа, она священна, ты ее должен освоить. Этот пункт пропущен, начинаем со следующего. Начинаем контролировать, обсуждать, проверять пропуск вот этого звена чтения на всех этапах, а не только дошкольных. К сожалению, мы считаем, что чтение заканчивается в начальной школе. Оно часто в старшей еще не начиналось. А педагоги, работающие в вузах, могут сказать, что иногда и вуз начинает эту работу. Давайте честно скажем, если в основе литературного образования лежит непрочитанный текст, все, дальше симулякры и фикция. Мы видим, что фиксируем здесь. Здесь много проблем, я остановлюсь еще только на одной. Вот сегодня спросили, отчего это учителя кричат о несвободе? Отчего это они несвободны? Здесь ясно описано, например, очень мне нравится абзац, такой вот я его прочел, и прямо моя учительская душа расцвела, как весенний цветок. Учитель русского языка и литературы поставлен в условие несвободы и постоянно усиливающегося мелочного контроля, который лишает его возможности настоящего, а не имитационного, извините за иностранное слово, разговора с классом о литературе. В чем это несвобода? Абсурдная необходимость детального планирования не только системы уроков на год вперед, но и каждого конкретного урока с созданием рекомендованной методистами подробной технологической карты. Об этом неизвестно представителям АСУ. Каждое описание урока – это несколько страничек. Уроков у меня сто. Я должен в августе приготовить этот том, где я должен написать, что в апреле такого следующего учебного года, такого-то числа на уроке номер 58, я задам такое домашнее задание. Люди, не бывает так в жизни. Почему мне этот текст нравится, хоть он там и корявый, и раскорявый? Потому что он про жизнь, а не про то, как мы ее назначаем с нуля. Невозможно заниматься предметом в школе, который один из немногих направлен не только к разуму, где мы что-то можем запланировать, но и к чувствам. Ученик должен эмоционально присвоить то, что он читает. А как пойдет это присвоение? Да кто его знает? Я вот сейчас с ужасом жду 1 сентября. В каком смысле? Я не могу пощупать своих учеников. Я еще не понимаю, какие они пришли после лета. Чего я могу запланировать? Я могу запланировать первый урок. Посмотреть в глаза, поговорить, понять. Ага, так, тут они обогнали то, что я думал, тут они не дотянули. Ну и каждый раз это учитель поставлен в условие вот какой несвободы. И когда он переставляет темы, то любой проверяющий, пришедший, не государство абстрактное, хотя это тоже этаж государства, а местный пришедший, проверяющий, причем чем меньше рангом, тем вреднее. Он ему скажет, почему? А дальше придет родитель и скажет, ну-ка мне ваш планчик дайте. У вас что сегодня, вы в музей ходили? У вас тут выставка внезапно открылась, которую вы не подозревали. У вас что написано? Что вы на этом уроке сидите, читаете Толстого. Вы моему ребенку не додали образовательную услугу. И пишет в прокуратуру, и прокуратура приходит в школу. И когда учитель всем этим со всех сторон огражден, он говорит, слушайте, уже освободите меня. Ну, я хоть что-то могу? Если вы меня в учителе произвели, назначили, я могу хоть за что? Если вы договорились проверять результаты, ну и проверяйте результат. Если результат нормальный, отвалите. Не нормальный? Ну, что делать? Давайте разбираться в процессе. У нас же мелочно контролируется процесс. Вот и какой несвободен. Мне кажется, она очевидна. Может быть, только мне. Ну, хорошо. Я скажу последнее, пожалуй. Я очень скептически относился еще к одной идее вашей Сергея Евгеньевича и очень боялся ее воплощения. Значит, какая эта идея? Значит, у нас ближайший аналог – это историко-культурный стандарт. В нем совершенно, как справедливо сказал Дмитрий Петрович, иная ситуация с историей. Интерес к истории растет, интерес к литературе падает, и к чтению. Очень много спорных мест, и по их поводу, по поводу этих трактовок разных, и, собственно, и шла работа. А у нас же вопрос не в том, что кто-то неправильно толкует Пушкина из авторов учебников, которые сейчас есть, какой-то вредный, так сказать, литературный вет, и надо детей избавить от этого влияния. У нас другая задача. И мне кажется, мы ее отчетливо здесь разрешили. Различили, не разрешили, извините. Различили эту задачу. Нам нужно построить курс литературы так, чтобы мы выпустили из школы ребенка, для которого чтение было не обязаловкой, а чтение было делом, ну, громко сказать, без которого он дальше жить не может, но, в общем, положительно заряженным. Тогда он, в общем-то, будет, даже дорастая до той классики, которую ему подсунули в возрасте, для которого она не создана, он будет перечитывать с другим ощущением. А также он будет читать произведения, которые еще даже не написаны, когда он школу закончил. Задача школьного филологического образования не проверить знания уже написанного, а подготовить человека, осваивать то, что еще и не написано, будет написано. Так вот, в области истории эта проблема здорово решалась с созданием линейки учебников. И я подумал на раннем этапе, ну, все, сейчас, значит, там получилось, сейчас механическую аналогию перенесут, создадут здесь какой-нибудь волшебный новый учебник и скажут, вот, ключ найден. Значит, в наших условиях учебник, к сожалению, в том традиционном понимании, о котором идет речь, не работает, потому что учебник – это еще один текст, который надо прочесть. Ну, смотрите, ученик не читает текст художественного произведения, а тут ему взяли и испекли еще один текст, и мы теперь надо два текста читать. Он, конечно, не будет два текста читать, он выберет. Как вы думаете, какой? Конечно, он выберет новый учебник, потому что по нему будут спрашивать, и тогда мы опять уходим из задачи, он будет читать не книги, а будет читать то, о чем написано. Так вот, и тут я понял все равно, что вы победили. Учебник нужен. Но в каком смысле? Вот если ситуация обстоит так, как она описана здесь системно, то нам под решение этих вопросов нужен учебник нового типа. И вот его создание, поскольку его действительно нету, я всецело просто поддерживаю и приветствую. Что это за учебник? Нам действительно для школы нужно создать учебник христоматию нового типа, широкую, где будет избыточное количество произведений, потому что ученики разные, они стратифицируются, это значит распределяются по уровням, свои читательские компетенции. Одни читают лучше, другие хуже, одни больше, другие меньше, одни на уроках уже прочли то, что заодно, другие еще нет. И каждому ребенку, сидящему с этой христоматией в школе, должно быть интересно. Если он уже прочел то, о чем идет речь и все понял, пусть воткнется во что-то, что читать не будут. Значит, эта христоматия избыточна, она должна быть снабжена отличным, выверенным справочным аппаратом, толкованием слов. И вот здесь без работы ученых нам никуда. Она должна быть снабжена хорошими, проверенными, самое главное, понятными, интересными для ребенка биографическими справками. Она должна иметь современный, концептуальный, и с учетом электронных возможностей аппарат комментариев, чтобы все это разворачивалось электронно в картинку, а не просто в слова, еще каким-то в видеомодуль. И вот на этом широком материале могут дальше вырастать любые линии учебников интерпретационного характера. И в этом смысле этот учебник христоматии может быть для страны единым, потому что он будет широким, и на нем могут вырасти конкретные линии учебников. И вот здесь нам без государственной поддержки, без поддержки Госдумы не обойтись, потому что только в ваших силах серьезно решить проблему, которая мешает сейчас продвижению чтения в школе. Это авторские права на современную литературу. Составители нынешней христоматии программы учебников отказываются включать их в свои издания, потому что не разрешена проблема авторских прав. И мы знаем такие коллективы, которые говорят, у нас только классика, они все уже умерли, никто ничего не хочет, а связываться с наследниками мы не можем. Нам нужен какой-то закон в отношении учебной литературы, который позволил бы эту ситуацию разрешить. И вот если мы создадим своими чистыми руками вот эту ситуацию управляемой вариативности, управляемой свободы, мне кажется, мы разрешим просто, вот мы пройдем между Сциллой и Харибдой, о которой сейчас идет речь, как будто бы Сцилла это вольница. Я услышал сейчас с изумлением от председателя СУ, что кто-то в стране хочет выкинуть капитанскую дочку для преступления, когда я ни разу не слышал ей Богу и сам не повинен, поскольку вопрос учитель, который не умеет учить, потому что у него ребенок спрашивает, что такое коса, это я, это мой пример. Но даже я не повинен со своим уровнем то, что я хочу капитанскую дочку выкинуть. Я готов объяснять, что такое коса на капитанской дочку должна быть и преступление и наказание тоже. Это вот как бы один полюс, а другой полюс это как бы все зарегламентировать и учителю вообще и ребенку нет возможности свободы. Вот с этой идеей единого учебника хрестоматии, широкой, избыточной, на котором может вырасти реальная вариативность, ну я просто ее из этого текста снял, чтобы как говорится. Поэтому мой вам респект, а что делать дальше, не знаю.